Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игры, вы прохоженные в ЦП на Ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Но также мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, сразу же выкладываю следующий, так что дерзайте. Сегодня у нас старт в Лиге Чемпионов. Начинаем с матча против Славии. Дальше у нас домашняя игра против Ахмата, выездная с Сочи и потом домашняя против Ротера. То есть в чемпионате такие легкие для нас проходные даже команды. Ну, посмотрим. Все-таки я играл против Тульского Арсенала вторым составом, чтобы первый вышел против Славии в Лиге Чемпионов. Выходим абсолютно вот таким составом, который сейчас на ваших кранах. Поэтому ничего даже менять не будем. У всех хорошая форма. Славия Прага против Зенита. Поехали. Итак, из стадии Делнуева Триумфо. Пражская Славия впервые встречается с нами в Лиге Чемпионов. Поэтому интересно против каждого, мне кажется, соперника нового играть в Лиге Чемпионов. Поэтому посмотрим, что из этого вот выйдет. И Асимьен все-таки забивает. Вы посмотрите, что творит этот парень. Очень хорошо дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Вот забивает еще и первый гол Зенита в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Ну, шикарный футболист. И все-таки мы пропускаем. 35-я минута. Забил нам Кучта. Но мы, кстати, в прошлом выпуске пропустили только от Локомотива. Это была, кстати, тоже первая игра. И Асимьен делает дубль. Вот все, этот парень у нас успевает. 72-я минута. Дубль Асимьена. Причем это его только вторая игра за Зенит. Он уже наколотил за два своих матча пять мячей. Супер. И супер. 3-1. 90-я уже вторая шла дополнительная минута. И вот Паласиус тоже у нас забивает. Очень редко он, конечно, у нас забивает. Но в очень важных таких матчах. 3-1. Уверенная выездная победа. Ребята молодцы. Немножко нервы пощекотало нам. Пражская славя. 10 ударов, 8 створ. Ну, ребята просто куражились, как могли. А семье на игрок матча абсолютно заслуженно. Так, ну и Реал. Он выбрал со счетом 2-0 Фенербахче. На вторую строчку они поднимаются. Но Фенербахче на последний. Так, у нас переговоры. Бартуаль согласен к нам перейти за 42 миллиона 800. Поэтому просто нам теперь уже нужны деньги за... Так. Где наш Фоден? Все-таки сбилось опять. Вот, Фоден у нас на продажу дойдет. Поэтому вот Кристалл Палас и Лестер, кстати, им интересуются. Возвращение в Англию. Ну, все-таки как-то тоже у них неубедительные матчи были за нас. 57 игр. Ну и 3 всего лишь голевых передачи. У него даже никогда дебютного гола не было. Хотя полузащитника забивать должен был. Итак, сейчас играем против Ахмата. Они идут на седьмой строчке. Вот. Четыре дня прошло. С прошлого матча сейчас будем отталкиваться уже от того, кто устал, там кто не устал, кто готов, кто нет. В принципе, я готов и вот таким составом выйти. Вот. Хоса Гая еще возьму с Гринвудом. И все. А так, в принципе, почему бы и нет. Вот таким составом выходим против Ахмата. Домашняя игра. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Ахмат. В рамках Тинькофф Российской премьер-лигии. Поехали. Ну и 1-0. Ну, Тиньемс ассистировал на Габриэля Жизуса. И мы выходим вперед. Суперский клоу. Забивает Джастин Клювер. 52-я минута. 2-0. Ну и первый вроде гол Клюверта в этом сезоне. И снова забивает Асимьен. Он также и в прошлом матче в Лиге Чемпионов забил. Немножечко там изменил траекторию. Но супер. Асимьен очень хорошо у нас играет. Без разницы, что вот так вот убирает мяч. Ладно, забивает. И все. Разгромная у нас победа над Ахматом. Забивали 3 разных футболиста. Вот тоже так. Давно у нас не было такого Ажезус, Клюверт и Асимьен. Итак, после третьего тура мы все так же на первом месте. Также, кстати, 3 тура подряд выигрывает Краснодар и Локомотив. Но у нас разница просто шикарная. В каждом матче мы в среднем забиваем по 4 мяча в российской премьер-лиге. Итак, пришло предложение по Габриэлю Жезусу. Они прям сразу дали, кстати, рыночную его стоимость. Копеечка в копеечку. Не знаю, почему так. Но мы отклоняем. Итак, у нас сейчас выездная игра против Сочи. Они идут ниже 10-й строчки. Давайте глянем на какой. Так, на 11-й прям ровненько они пошли. Посмотрим, посмотрим, кто у нас готов к этой игре. 4 дня все-таки прошло после матча с Ахматом. Но будем немножечко уже ротировать, мне кажется, состав. Вот таким составом мы выходим. Сочи против Зенита. Выездная для нас игра. Поехали. Итак, стадион Фишт. Город Сочи. Сочи принимает Санкт-Петербургский Зенит. Поехали. И все, заканчивается у нас матч. Нулевая ничья против Сочи. Вот так вот обидно. А как все начиналось-то замечательно. Ну вот 7 ударов и всего лишь один створ. Обидно. После четвертого тура мы опускаемся на третью строчку. Отставая до первого места в 2 очка. Итак, у нас сейчас игра против Роттера. Естественно, будем сейчас играть вторым составом. Потому что дальше у нас игра в Лиге Чемпионов против Мадридского Реала. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Роттера. Российская премьер-лига. Поехали. Итак, Зенит принимает Волгоградский Роттер. В рамках Чемпионата России. Поехали. Ну и 1-0. 17-я минута. Мэйсон Гринвуд выводит нас вперед. Ну и Маркинис у нас забивает дебютный кол. 79-я минута. 2-0. Лучший Маркинис с капитанской повязкой у нас сегодня. И все, 2-0. Уверенная домашняя победа Зенита над Роттером. Гринвуд и Маркинис сегодня у нас авторы забитых мячей. Лучшим стал Маркинис. Ими 5 у него оценка. Ну и после пятого тура мы вернулись на первую строчку. 14 у нас забитых мячей. 0 пропущенных. Ну уже здесь все команды пропустили. Ну и мы больше всех сейчас забиваем. Ну и на этом все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданн Стэч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok